МОЛДАВСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ЖИЗНИ МОЛДАВСКАЯ ЖИЗНИ МОЛДАВСКАЯ ЖИЗНИ МОЛДАВСКАЯ ЖИЗНИ МОЛДАВСКАЯ ЖИЗНИ Отсутствие антикризисного плана, самое слабое правительство, которое никак не реагирует на те вызовы и провокации, которые существуют. Отсутствие сколько-нибудь внятных, понятных действий и, конечно, подавляющее недовольство людей тем, что происходит. Можно сколько угодно искать причины регионального геополитического плана, но это не освобождает власти от того, что они несут прямую ответственность за то, что происходит. Мы провели широкие консультации в территориях. Люди абсолютно разочарованы в новой власти, даже, собственно говоря, избиратели этой новой власти. Люди хотят перемен, люди хотят отставки правительства Гаврилица, люди хотят новых выборов, люди хотят ответственную власть, люди хотят внятных людей, которые отвечают за ситуацию в стране. Ну и, конечно, надо решать те проблемы, которые есть. Мы не можем играть в страусы Республики Молдова и не искать решения по выходу из энергетического кризиса, не искать решения по выходу из продовольственного кризиса. Это полностью игнорируется реальный сектор экономики, сельское хозяйство. Никто не заботит никого о том, что происходит сегодня с бизнесом, с рабочими местами и так далее. Люди хотят перемен, люди имеют право. И это осень, она будет активной с этой точки зрения. Мы уверены, что будут и полномасштабные протесты, мы уверены, что будут события, задачи которых будут обеспечить те перемены, которые хотят люди. Ну вот, я предлагаю вам построить нашу беседу вот таким образом. Все-таки вначале у меня будут некоторые вопросы из сферы экономики и социалки, а потом уже поговорим и о политике, политический блок. Вы затронули сельское хозяйство. У всех на устах сейчас это, потому что мы все-таки сельскохозяйственная страна. И последнюю информацию, которую распространили наши фермеры, это то, что они в понедельник намереваются встречаться с премьером и с министром сельского хозяйства и будут требовать введения чрезвычайного положения в сельском хозяйстве. Вот вы, как оппозиционная сила, эти требования поддержите? Ну, это запоздалые действия, мероприятия, потому что уже, что называется, в сельскохозяйственном секторе сложно что-то изменить. Да, уже сезон практически подходит к своему логическому завершению сельскохозяйственной. Был упущен период тогда, когда мы предлагали системные решения по обеспечению сельскохозяйственного сектора доступным дизельным топливом. Когда мы предлагали решения по инвестициям государства, именно сельское хозяйство. Системные меры не были предприняты. И, конечно, год был засушливым. Нас ждут те проблемы, которые уже сегодня становятся очевидными. Почему аграрии не проявляли себя активно до сих пор, в этом большой вопрос. Может быть, потому что многие из них поддержали нынешнюю власть. И сегодня уже не могут не констатировать, что власть никаким образом не протянула им руку помощи. Да, если предыдущее правительство, правительство социалистов было рядом с сельскохозяйственным сектором, были мощные субсидии, была поддержка государства, то в этом году государство практически отсутствовало в сельскохозяйственных работах. То, что они, что называется, в 12-й час проснулись и, соответственно, начали заявлять о себе, что лучше поздно, чем никогда. Мы помним, когда при подорожании дизельного топлива на 40 бонус, когда все трактора, кстати, большая часть этих тракторов, кстати, была приобретена на государственные субсидии. Мы помним протест-забастовку с тракторами у парламента, а здесь практически год мы не слышали, не видели аграриев. Они как-то пытались с вами поговорить как с оппозицией, ассоциацией фермеров? Ведь тогда была ситуация тоже напряженная, мы помним, что произошло. А вот сейчас, то есть они осознают? К сожалению, в свое время очень здорово политизировали деятельности вот этих ассоциаций, от этих организаций, к сожалению, и во главе некоторых из этих ассоциаций тоже были политически ангажированные люди. Вот один из тех тракторных деятелей, да, кто организовывал забастовку, да, стал и депутатом даже парламента, вот, отправящей партии. Вот, тем не менее, существует давление снизу, давление из территории, от простых, что называется, смертных, от аграриев, которые работают непосредственно на земле, поэтому сегодня ассоциации, да, начали себя каким-то образом проявлять. Но это вопрос этих ассоциаций, насколько они активны, насколько руководство этих ассоциаций представляет сегодня этих граждан. Тем не менее, мы как оппозиция находимся в контакте с аграриями во всех районах, мы готовы помогать этим людям, мы абсолютно открыты, никто камень за пазухой не держит, мы готовы объединять усилия для выработки системных решений по сельскому хозяйству. Ну вот, смотрите, вы, в принципе, как оппозиция, не поддерживаете то, что делает правительство в экономике в целом, вы не голосовали сейчас за изменения в бюджете, вы вообще раскритиковали, да, то, что пытается делать в этой области власть. Ну вот, что интересно, смотрите, власть, что вам сейчас говорит в ответ? Она говорит, ну вот мы пытаемся помочь социально уязвимым слоям населения. Социалисты нам всегда говорили, что они выступают за некие единоразовые какие-то, да, выплаты. Вот мы делаем так, как они нам говорили, а они все равно недовольны. Раньше мы называли это подачкой, поманой, сейчас мы так не говорим, а они все равно недовольны. Вот что вы им в ответ говорите? Из вашего вопроса, Людмила, следует, что это именно они непоследовательные. Это они критиковали индексацию два раза в год, это они всячески критиковали единовременные выплаты, которые получали пенсионеры два раза в год, это они критиковали абсолютно любую инициативу социальной направленности. Сегодня мы говорим о том, что любая материальная помощь приветствуется, но мы раскритиковали и критикуем заслуженно правительство, потому что они не пришли с антикризисным планом. Они не пришли ни с одним системным предложением для бизнеса и для сельского хозяйства. В то время, когда мы занимались этими выплатами социальными, параллельно был рекордный фонд субсидий сельскому хозяйству, налогово-фискальная, налоговая политика, налогово-бюджетная политика была стимулирующей для сельского хозяйства и для нашего производителя. Мы проголосовали целый ряд законов, которые поддерживал национального производителя. Если бы эти добрые, правильные начинания были поддержаны ПАСа, Майсанду, если бы они это продолжали развивать, то сегодня мы были бы более готовы к продовольственному кризису, который нас ожидает. И ожидает не только нас, ожидает весь регион, континент и, возможно, даже целый мир. Но тем не менее отменили все эти законодательные инициативы, которые были в том числе и по поощрению национального продукта в сетях. В торговых сетях. В торговых сетях, да. И те программы, которые существовали, их надо было просто развивать. Они их все обнулили. А сегодня пришли к тому, что все-таки практики и инструменты социалистов были эффективны. Но мы сегодня говорим, что ситуация тяжелая, и мы хотим видеть системные мероприятия. То есть нет системы. Но при этом я бы очень хотел внести маленькую, не маленькую, а важную корректировку. Мы сейчас не говорим о позиции социалистов, как о главной оппозиции. Мы, прежде всего, граждане этой страны, и мы депутаты, избранные людьми. Поэтому мы предложили целый ряд системных мероприятий, которые парламент имел возможность и правительство поддержать и проголосовать. Это были стимулирующие меры, которые позволили бы запустить экономику. Когда мы говорили о том, что уже доступное топливо, освобожденное от части налоговых сборов для сельского хозяйства, мы об этом говорили, не надо это критиковать, что это якобы популистская мера, которая наносит урон бюджету. Мы говорили, подождите, это мера стимулирующая, она запустит экономику, и бюджет получит новые налоги. Но люди будут работать. К сожалению, ни одно из наших системных предложений не было поддержано. И сегодня мы готовим антикризисный план, который хотим предложить. То, что вы ранее анонсировали на осень. Всему обществу, и власти, и всем политическим партиям. Потому что те мероприятия, которые мы должны сделать для страны и для граждан. Уже во вторую и третью очередь мы там политические партии, власти и оппозиция. То есть мы понимаем сегодня, что если у правительства Гаврилицы нет системных решений, то кто-то их должен предложить. Ну что бы вам власть сказала в ответ? Сказала бы, наверное, так. Вы критиковали нас за ситуацию в сфере энергобезопасности, тоже за отсутствие системы. У нас есть план. Вы нас, даже вы, по-моему, говорили, власть ничего не может сказать о борьбе с энергокризисом. Что ждет людей осенью и зимой? Какие системные решения? Предложили план. Там три сценария. Помните, там на 35 снижение, на 50 процентов, а также полное отключение газа. Вы видели, ведь наверняка этот документ, что они там на 15 процентов предлагают сократить потребление газа, там мазут, уголь, ну масса, значит, каких-то. Вот что скажете про этот план? В нем что-то есть? Я бы не называл это планом, потому что план подразумевает системные решения, повторюсь. В данном случае это косметические какие-то предложения. А давайте экономить, потому что мы не можем обеспечить доступные энергоресурсы. А давайте сократим, потому что у нас нет чего-то. Но подождите, от цены на энергоресурсы зависят не только цены на продукты питания и на все то, что мы потребляем, но от этого зависит и экономика наша. Соответственно, здесь не надо умничать, здесь надо искать самые доступные цены на энергоресурсы. Для этого и существует рыночная экономика. Мы начали заниматься политизацией там, где не надо делать политику. Вместо того, чтобы прислушаться к прагматичным голосам или найти прагматичные примеры даже в западных странах, которые имеют более выгодные контракты с тем же «Газпромом». Вместо этого начали заниматься радикальной политизацией всех этих процессов. Сегодня говорим, что надо экономить. Но граждане и так экономят. Граждане экономят уже не первый день, граждане экономят целый год. И, соответственно, сегодня власть должна не просто давать рекомендации по экономии, но власть должна решать вопросы закупок. Да, голосуют за закон, который либерализует нефтяной рынок. То есть они сами создали предпосылки к тому, чтобы топливо дорожало. Если мы, социалисты, держали зубами цены на топливо, и была политическая воля в данном случае, то они просто пошли навстречу топливным компаниям для того, чтобы позволить им каждый день заниматься, публиковать новые цены. То же самое и в системе газа, и в системе электроэнергии. В электроэнергии проголосовали закон, который обязывает закупать электричество из разных источников. Подождите, этим можно заниматься и умничать, когда все в государстве хорошо. Но сегодня должен быть главный принцип во главе угла, а именно самая доступная цена. Такое правило рынка. Зачем мы сами себя обязываем покупать из самого доступного источника, самого дешевого, и при этом искать еще один, чтобы был альтернативный. Если этот источник дороже, то он не альтернативный. Понимаете, более того, существуют веские основания полагать, что есть и определенные интересы. И тогда, когда мы приобретаем газ, тот же российский газ из Польши, через третью компанию, но по более высокой цене, мы не можем это называть альтернативным источником. Мы можем это назвать схемой или темой. То есть вы сейчас повторяете слова тех, которые говорят, что власть может быть заинтересована в принципе в том, что происходит. Но что говорят представители? Не власть, а отдельные личности. Потому что хаос иногда кому-то очень может быть выгоден. Но что вам говорят в ответ представители власти, в том числе президент? Они говорят так, мы на переговоры не поедем. Ни раз повторяют, ни о чем говорить на сегодняшний день. Вот с представителями России вообще вчера было сделано такое заявление. На что нужно надеяться? А надеяться нам предлагают на то, что торжественно нам обещают, что социально уязвимые слои населения, им будет все это компенсировано. Даже более того, власть говорит, мы подойдем дифференцированно, индивидуально, буквально каждому потребителю. Тут даже появилась онлайн-форма энергетической уязвимости. Тут вот тоже как-то интересный такой момент, как мы это все будем заполнять, какие доходы. Будут ли люди свои справедливые доходы указывать? Как власть посчитает, какие у человека доходы, как ему нужно компенсировать, а что не нужно? Вот в этом во всем хаосе, что можно сказать людям? Все переживают, будет ли компенсировано реально? То, что сегодня говорит власть, это слова, это косметика. Серьезной дискуссии нет. К сожалению, мы сегодня имеем закрытую власть. Мы имеем Майю Санду, которая коммуницирует с внешними партнерами, но не коммуницирует с собственным народом. И мы имеем два образца Майя Санду. Майя Санду предвыборного образца, где она четко, в принципе, логично говорила, что цена на газ высокая, да, 185 долларов. И она будет обсуждать, не обсуждать, а... Добиваться, возможно, она говорила снижения, да? Она предложит переговоры по газу, чтобы цена была максимально эффективна. И когда ей задавали вопрос, а вот вы будете там вести переговоры с Россией, она ответила очень четко. Она говорит, что я буду вести переговоры со всеми, с кем необходимо, от имени молдавского народа и во благо молдавского народа. Сегодня она уже говорит, что тут она будет разговаривать, здесь она не будет разговаривать. Второе, нет четко понимания альтернативы, то есть какой другой источник, сколько он будет стоить. Ну и третье, что касается людей, что такое социально уязвимые слои населения. То есть мы бьем по всем 100% населения, получается, а помогать будем некоторым. Поэтому, ведь с тарифами не справятся не только социальные необеспеченные слои населения, но есть педагоги, есть медики, есть большая категория, условно говоря, средний класс, который не является, не входит в категорию социально уязвимых слоев населения. Но тем менее они войдут в неспособность, в состояние неспособности оплаты коммунальных услуг, потому что те цены, те тарифы, которые будут, они будут значительно выше, чем доходы людей. И вот этим людям что делать? Успокаиваться тем, что социально уязвимы помогут? А кто, собственно говоря, будет выяснять статистику этих социально уязвимых слоев населения? А если у нас подавляющее большинство граждан окажутся социально уязвимыми, те, кто не смогут выплачивать эти тарифы? Вот эта цифра, они же сказали, всего 1%, вот этот же министр, кстати, сказал, всего 1% населения будет способен реально оплачивать коммунальные платежи. Вот эти тарифы, это сумасшествие получается. Хорошо, давайте конкретно, Людмила, надо вести переговоры, надо находить выгодную цену на газ, надо вести переговоры там, где этот газ дешевле, и надо находить решения, комплексные решения, надо уметь договариваться. У нас должна быть активная дипломатия в интересах Молдовы и ее граждан. Второе, имея доступные энергоресурсы, надо запускать собственную экономику. Если не будет четкого плана по стимулированию собственной экономики, собственного производства, собственных товаров, то мы не будем зарабатывать деньги. Если мы не будем зарабатывать деньги, мы не сможем помочь людям. К сожалению, Майя Санду ничего не говорит об экономике и практически ничего не говорит о сельском хозяйстве. Я думаю, она об этом не говорит не зря. Судя по всему, ей нечего сказать. Да, ты не можешь, как мантру, повторять все четыре года, что ты будешь бороться с коррупцией. Хорошо, вы боретесь с коррупцией, а где деньги? Вы говорите, что вы побороли коррупцию, что были какие-то схемы. Мы знаем хотя бы об одной схеме, которая сныла Майя Санду и которая принесла в бюджет хотя бы миллион лей. Нет. Более того, есть большое количество информации, в том числе из источников румынских, из соседней Румынии, о том, что контрабанда находится в росте. Значит, те же схемы на таможне не остановили. Мы не видим, чтобы рост бюджета. Исходя из этого нет новых источников. Соответственно, вот эта мантра о борьбе с ветряными мельницами, борьба с оппозицией, с неугодными, с телевидениями, борьба с оппонентами, она не дает никакого эффекта. Но сегодня Майя Санду не предлагает, к сожалению, ничего. Предлагает экономить. Люди и так экономят. Как экономят Майя Санду? Через новые министерства, через повышение зарплат к консольному суду, как Майя Санду экономят? Через повышение бюджета президентуры. Соответственно, да, надо экономить. Но экономить надо, прежде всего, из административных источников. Прежде всего, сокращать бюджет правительства, а не повышать на 200 с лишним миллионов лей бюджет госканцелярии. Надо сокращать госзакупки там, где их можно сокращать, и направлять эти деньги на помощь бизнесу и на помощь людям. Ваши слова зачитываю. Правительство Гаврилица самое непрофессиональное и некомпетентное в истории независимой Молдовы. Оно должно уйти в отставку. Люди хотят досрочных выборов. Но вы же понимаете, это ваше выступление в парламенте. Но вы же понимаете, что само это правительство не уйдет. Что вы намерены сделать как оппозиция тогда, чтобы помочь ему это сделать? Безусловно, сегодня люди по прошествии уже второй год правительства говорили о власти. И сегодня есть абсолютное недовольство людей тем, что происходит. И власть не может игнорировать в здоровой демократии недовольство людей. И власть не может ничего не делать. Если они будут так же продолжать прятаться и ничего не делать, это закончится для них весьма плачевно. В демократиях, когда правители не справляются, ищут национальный консенсус. В демократиях, когда кто-то не справляется, проводят досрочные выборы. Ведь они же спровоцировали досрочные выборы. Спровоцировали искусственно. В период пандемии, в период кризиса. Соответственно, кто какие инструменты использует, к тому и приходит. Они победили на волне технологии ненависти. Но эта ненависть не исчезла. Эта ненависть просто нашла себе новое применение или новые объекты. В данном случае это власть. Соответственно, люди сегодня, действительно, подавляющее большинство людей в территории, говорят о том, что они ошиблись. Либо они требуют смены этого правительства. Если власть ничего не сделала, в любом случае будут народные протесты, будут национальные протесты, будет давление людей. Потому что люди не хотят мириться с тем, что власть ничего не делает, а лишь призывает их экономить. Либо кормят их какими-то пропагандистскими трюками, обещаниями светлого будущего. А кто доживет до этого светлого европейского будущего? А будет ли нам кого интегрировать в какие-то структуры через 2, 5, 10 лет? Соответственно, безусловно, сегодня запрос на перемены людей адекватен и требует решения. Партии должны объединяться. Протесты должны быть национальными. Давление на власть должно расти. Партнеры этой власти, внешние партнеры, должны услышать. Прежде всего, должны увидеть, что происходит. Увидеть трезвыми глазами. Согласна, даже спорить не стану. Но у депутатов есть еще одна возможность, которой нет. У других представителей. Вы можете инициировать процедуру отставки правительства. И по закону в период одной сессии вы можете сделать это один раз. То есть необходимо еще правильно здесь выбрать момент. Да, это мы объявили, благодарю вас, что напомнили. Мы это объявили в конце прошлой сессии, что в сентябре, когда парламент вернется с каникул, мы инициируем процедуру отставки правительства. Мы тщательно к этому готовимся. У нас большое количество аргументов. И мы считаем, что данное правительство должно уйти. И сегодня подавляющее большинство и политических партий, и граждан республики будут поддерживать этот процесс. То есть вы от этой идеи не отказались? Прямо в сентябре, когда начнется сессия, вы непосредственно будете законодательно по всем этим моментам? Даже если у нас нет парламентского большинства, мы будем активны, будем наступательны. И мы будем громко озвучивать те проблемы, которые создает данное правительство. А вы рассчитываете, что вас поддержит, например, та же фракция партии ШОР? Я даже рассчитываю, что нас поддерживает часть депутатов правящей фракции. Конечно, это с иронией я говорю, но... А почему с иронией? Некоторые там говорят, что тоже там не все так благополучно. Многие. Я знаю конкретно депутатов, которые не одобряли так называемую университетскую реформу и закрытие аграрного университета. Я знаю некоторых депутатов, которые недовольны результатами правительства Горелеца и, собственно говоря, ее заявлениями. Вопрос только, конечно, сколько они самостоятельные. Способны ли они преодолеть состояние машины для голосования? Способны ли они мыслить и действовать независимо? И способны ли они проявить политическую волю? Многие из них сами говорят о том, что данное правительство неэффективно. Что-то надо делать, что-то надо менять. Поэтому есть давление ситуации, они его чувствуют и они должны действовать. То есть, если я правильно вас понимаю, у вас есть диалог не с руководством партии ПАСС, а с депутатами, да? То есть вы общаетесь, вы можете обсуждать эти темы. Это так? Нет, ну я так не говорил. А как? Вот поясните. Людмила, это не диалог, это та информация, которая у нас есть о том, что ряд депутатов недовольны ситуацией. Они понимают те проблемы, они живут в районах, они видят, что происходит, и они видят неэффективность правительства. Вот сейчас слушают нас телезрители и думают, вот сейчас, значит, говорят о ситуации в правящей партии. А тем не менее, реальность на сегодняшний день какова? А такова она, что самому вам, да, предъявляли претензии в плане доходов и расходов. Вы назвали это тогда медийной атакой и на вас, и на команду ПСРМ. Вот у вас есть какие-то данные о том, что власть может еще на этой сессии как-то пойти в атаку на членов вашей партии? Нет, это абсолютно, мы уже к этому привыкли, мы в состоянии постоянных угроз находимся в последние месяцы, да, мы каждый год боремся с репрессивной системой, да, которая атакует отдельных членов нашей команды, команду целиком, но это консолидировало лишь нашу команду. Мы мотивированы, мы будем защищать каждому. Я знаю, что та медиакомпания, которая была по мне, она абсолютно лживая, манипулирует цифрами, да, и я даже не хочу это серьезно обсуждать. Мы это все докажем, мы это все продемонстрируем. Я знаю, что у нас честная команда, команда порядочных людей, и большинство из этих атак, они абсолютно лживые, они абсолютно манипулятивные. Задача лишь медиакомпания по очернению, да, и по лишению нашей поддержки людей, потому что их раздражают рейтинги. Но я знаю, что сегодня, что бы ни говорили о депутатах-социалистах, обо мне лично мы живем гораздо скромнее, доходы у нас значительно скромнее, чем у депутатов правящей партии. Но сегодня почему-то репрессивная система не замечает несоответствий в декларациях, в доходах депутатов от правящей группы, абсолютно игнорирует люксовые автомобили, которые приобретены за явно заниженные деньги, игнорируются те же объекты недвижимости, земельные участки. У меня этого всего нет, но тем не менее, по мне сегодня работает и по моим товарищам, да. А здесь просто у нас юстиция, знаете, вот как Фемида с повязкой на лице, которая избирательно направляет свой взор туда, куда показывает им пальцем власть. Но это все очень временные меры, это их не спасет от падения рейтинга, это их не спасет от отсутствия результата, это их не спасет от того провала, который их ждет. А он их ждет по-любому, в любой комбинации, в любой ситуации у нынешней власти нет никакой перспективы сохранить подавляющее большинство в парламенте. Ну нет у них такой перспективы. И чем скорее они это поймут, тем лучше. И нельзя всю полноту власти от парламента, президентуры и правительства до судебной системы и консонового суда и Центра избиркома концентрировать в руках одной партии. Это даже у Плохотнюка не получилось. Соответственно, если они сделали выводы из истории, история напомнит им еще раз, чем это чревато. И чтобы они там не изгалялись над оппонентами, как бы они не прессовали нас, наших близких и так далее, это им никак не поможет и это не облегчит их судьбу. Напротив, та методология, которую они применяют, абсолютное игнорирование закона, незаконные слежки, незаконный шантаж и так далее, это все вернется им бумерангом. Единственное, что они не понимают, это вернется им гораздо быстрее, чем им кажется. То, что вот эти смены руководства даже независимых структур, смена руководства прокуратуры, смена руководства комиссии по аудиовизуальным услугам, то, что они сделали с консоновым судом и так далее, это все имеет эффект бомбы с замедленным действием. Мы сегодня не видим независимых институтов, мы сегодня не видим независимой юстиции. И то, что у них нет диалога с обществом, с людьми, с политическими партиями, это их проблема. Тем не менее, перемены будут, и чтобы, как бы они не изгалялись над оппозицией над оппонентами, их будущность весьма и весьма смутная. Мы продолжим, но сразу после рекламы. Реклама на первом модуле. Реклама на первом моде. Вопросы у бухгалтера партии говорят, что действительно за партию взялись серьез. А за фракцию? Мы ведь знаем, что каждый голос в парламенте на вес золота. Нет ли у вас информации о том, что есть какие-то попытки у кого-то как-то попытаться поговорить с депутатами фракции ПСРМ? Не все скажу, Людмила. Ну, не сомневаюсь, что, конечно. Безусловно, у нас не информация, у нас факты шантажа, факты низких атак на многих членов нашей парламентской фракции. Задача ослабить оппозицию, задача каким-то образом повлиять в перспективе на какую-то математику. Возможно, есть создание консонового большинства для каких-то вопросов и так далее. Но я хочу отдать должное членам нашей команды, несмотря на прессинг, на шантажи, на многие другие низкие вещи, низкие атаки, которые в том числе и медийные. В которых практически ничего не соответствует действительности, ничего не соответствует реальности. Но задача морально-психологически надавить на человека и сделать его более договороспособным. Но к чести нашей команды и наших товарищей, в том числе и парламентской фракции, все держатся. Ни один не сдал позиции. Ни один не пришел и не сказал, слушайте, я не могу, я ухожу. Ну вот есть феномен, конечно, Аллы Долинцы, мы его знаем, но она сложила мандат. По крайней мере, хорошо, что в данном случае человек просто сложил мандат, ушел. Но мы знаем и тот прессинг, который был и так далее, как это все осуществлялось. Но еще раз говорю, мы не хотим плакаться с экранов телевидения. Мы политическая партия с серьезным рейтингом, поддержкой. У нас серьезные структуры, серьезная команда. И, соответственно, мы всячески готовы бороться. Мы боремся, боремся каждый день, даже если это не видно. И мы отстаем каждого члена нашей команды. Даже если кто-то из членов нашей команды пострадает от беспредела и так далее. Это все временное явление. Просто временное. Как и временно эта власть. Как временно ее прокуроры. И, кстати, эта власть и ее прокуроры уже понимают, что они временны. Да, мы готовы сегодня к проблемам. Да, мы понимаем, что многим из нас придется прожить не самые легкие в жизни времена. Ну что ж, мы осуммировали, мы пришли в политику. Да, но может быть важно, какие все-таки будут эти проблемы. Смотрите, вчера почетный председатель заявил, что буквально, что власти пытаются объявить вне закона партию. Все те, кто занимаются незаконной слежкой. Все те, кто нарушают конституцию. Все те, кто нарушает закон. Все те, кто выполняют незаконные приказы. Рано или поздно будут отвечать. Да, они могут создать проблем. Лично каждому из нас. Да, многие из нас имеют и сегодня эти проблемы и будут их иметь в будущем. Но мы бойцы. И мы выдержим. А те мероприятия и действия, которые выходят за рамки закона, так показала уже история в Молдове. Кто ее не помнит, не видит и не делает выводов, тот будет иметь болезненные последствия. Но сегодня фиксируются все незаконные приказы, вся незаконная слежка. И все эти вещи, в том числе и незаконные указания, в том числе и системы юстиции. Все эти вещи, они не проходят бесследно. Каждое мероприятие оставляет свой след. Да, они могут, еще раз повторюсь, могут навредить кому-то из нас. Мы все люди, мы все ходим под Богом. Но тем не менее, каждый, кто так поступает, получит то, что должен получить. Что касается партии, конечно, сегодня целая группа оперативников, целая группа сотрудников прокуратуры, других ведомств. Это десятки людей, которые ежедневно работают по партии социалистов. Не по украденным миллиардам, не по украденным активам, не по незаконным приватизациям, не по аэропорту, железной дороге и другим объектам, не по разворованному национальному банку, не по многим другим историям. Они не работают, они не вернули из украденных денег ни одного миллиона лев. Но тем не менее, сегодня вся система репрессивная занимается оппозицией. Наверное, они хотят вот этими дешевыми шоу накормить людей, но люди это не кушают, люди этому не верят. Причем я вам хочу сказать, даже их избиратели этому не верят. Даже правые этому не верят, понимая, что вся эта охота на ведьм, она выглядит смешно, нелепо. Поэтому мы готовы к разным мероприятиям, к разным действиям. Мы понимаем, что когда действуют по беспределу, могут запретить и партию. Но это все действия, которые будут иметь юридический эффект. Мы консолидировали максимально свою юридическую работу, направление и так далее. Мы абсолютно уверены, что и в национальных, и в международных инстанциях партия социалистов победит. И мы запаслись терпением, нам хватит сил, выдержки. И мы добьемся того, что каждая из этих рисованных дел будет иметь соответствующую реакцию. И в инстанциях, еще раз говорю, мы просто один за другим. Все аргументы, все элементы, все то, что существует в медийном пространстве, мы это все выведем на, в том числе, нашу задачу, конечно, продемонстрировать и вот эти все медийные атаки, почему некоторые аффилированные, близкие средства массовой информации знают больше, чем знают офицеры. Или чем знает та же партия социалистов. То есть есть многие вещи, которые я не могу сегодня озвучить, но будет время, будет момент, который мы обязательно озвучим. Потому что сегодня партия социалистов, это самая дисциплинированная партия. У нас образцовывая бухгалтерия. Если есть проблемы у нас, то у меня тогда вопрос, а что в других партиях, где бухгалтерия гораздо хуже, где работа в территориях поставлена гораздо хуже. Но еще раз говорю, мы обязательно обнародуем имена, в том числе и тех людей, которые сегодня приглашают наши коллеги с территории. Давят на наши коллеги с территории, угрожают им, чтобы они предоставили те или иные декларации, сделали те или иные заявления. То есть, чтобы на своих же коллег эти заявления сделали, вы это имеете в виду? Нет, мы не на наших коллег. Мы знаем, какие структуры, органы с ними работают. Мы знаем фамилии офицеров, которые их приглашают. И мы считаем, и как депутаты парламента, и как граждане Республики Молдова, а эти два статуса не смогут у нас забрать прокурора. Они нас могут ограничить в действиях, они могут давить на нас, на наших близких. Но они не могут забрать у нас статус депутатов и статус граждан страны. А мы в этом статусе знаем одну вещь, что те мероприятия, которые они проводят, и те действия, которые они предпринимают в отношении наших коллег в территориях, в том числе и в отношении наших депутатов, и членов команды в Кишиневе, эти действия незаконны. Эти действия превышают полномочия, которые им, да, уделяет закон. Я понимаю, что здесь больше юридическая может возникнуть полемика, и передача не позволит нам раскрыть всю историю. Но еще раз говорю, мы не ищем поддержку, мы не ищем жалости. Мы бойцы, и мы обязательно пройдем все этапы. Все этапы, и в любом случае выборы все расставят на свои места. И в любом случае люди будут выбирать не так, каким скажет власть или каким скажет то или иное посольство. Мы поговорим о подготовке к выборам, потому что власть к выборам, на мой взгляд, готовится очень активно. Давайте так вот, я сейчас скажу, что опыт Молдовы подсказывает, что в противостоянии властям наибольший успех наблюдается тогда, когда свои усилия объединяют политические силы. И чем больше партии, разная ориентация объединится, тем выше этот успех. Я сейчас к чему говорю? Есть ли у нас шанс увидеть, что, например, объединятся свои усилия, ну пусть будет партия социалистов и платформа, да. Ну это так вот сейчас, в качестве примера. Есть не только шанс, есть ситуация, есть то, что будет. А то, что будут объединяться разные партии. А вы знаете то, что будет? Тогда скажите, пожалуйста. Будет объединение в том или ином виде по одной простой причине, потому что всех не устраивает подконтрольная юстиция, избирательная юстиция. Всех не устраивает политический подконтрольный центр избирком. Всех не устраивает, что власть проводит новый кодекс выборов, который фаворизирует, ставит выгодное положение партию власти и ставит сложное положение оппозиционной партии. Всех абсолютно не устраивает политическое подчинение парламенту публичного телевидения «Молдова-1», который сегодня работает на одну политическую партию. Всех не устраивает политический контроль консольного суда. Всех не устраивает узурпация одной партии всей власти. Ведь мы все хотим жить по каким-то правилам. И вот это объединение будет про правила игры, про создание механизмов по защите этих правил игры, чтобы у всех был равный доступ и к публичному телевидению, и к участию в выборах. И чтобы все могли чувствовать себя дома, в своей стране, свободно и спокойно. А судить нас должен избиратель. Ни одна политическая партия должна осуждать и выносить приговор другой политической партии. И ни один политик должен решать судьбу другого политика. Это должны делать люди и независимая юстиция. Поэтому сегодня есть все предпосылки к тому, что произошло широкое объединение. Не ради ПСРМ, не ради Влада Бетрынча, Игоря Додона или еще кого-то. Это должно быть во имя хорошего смысла демократии в стране. Я вот вас слушаю и могу сказать, что в этой студии на вашем месте было много политических лидеров. Я задавала в той или иной мире вот этот вопрос. Я спрашивала по поводу объединения. Ни один не говорил, что против. Каждый говорил, да, настало время нам оставить наши противоречия, то, что было, это было. А вот сейчас, да, да, да. Но в то же время каких-то конкретных пока шагов. Партия социалистов уже это демонстрировала, Людмила. И в 2019 году мы объединились с правами. Потому что нужно было освободить Молдову от статуса захваченного государства. Мы это делали для того, чтобы освободить, что называется, страну от внутреннего прессинга, от атмосферы страха. Потому что был режим Владимира Плохотнюка. Был страх перед этим режимом стороны людей. Люди хотели что-то изменить. Люди хотели освободить юстицию от вот этих талончиков, которые приходили в разные инстанции с указаниями. Люди хотели освободить средства массовой информации. Люди хотели свободно жить в своей стране. Облегченно вздохнул бизнес. С 2019 года не было ни одного случая каких-то рейдерских атак и так далее. Многие вздохнули облегченно. Но почему ПАС, с которым мы тогда вместе обеспечили парламентское большинство, приняли декларацию о захваченном государстве и начали правильно двигаться? Почему они так быстро пришли к желанию самостоятельно, единолично контролировать все и вся и направлять потоки кислорода? Кому дышать, кому не дышать? Это вопрос к ним. Это вам надо приглашать их и задавать им эти вопросы. И они должны на эти вопросы искренне отвечать. Почему позавчера они говорили одно, а сегодня делают абсолютно другое? Некоторые просят прощения. Знаете, не буду сейчас фамилию называть, просят прощения за то, что вот так вот поверили, за то, что с ними пошли. Но дело сейчас, наверное, даже не в этом. Дело в том, что у нас такая традиция есть молдавская политическая. Знаете, у нас люди не очень хорошо сходятся. Даже по флангам не очень хорошо, уже не говоря о том, что это разно. Но это, опять же, мое мнение. Знаете, о том, что это может быть, говорит один факт. Сегодня пришла информация, нет подтверждения, говорю это сразу, она не подтверждена. Но господин Кавкалюк, если вы ее видели, заявил о том, что власть очень серьезно готовится к возможным протестам и закупает. В том числе, да, и там виды оружия, там, резиновые пули, какие-то шумовые гранаты, дымовые, не знаю, что там, как правильно это называется. Мы не получили подтверждения этой информации. Это не секрет. Такая информация есть и не один день о том, что определенные структуры сами пугают Майя Санду потенциальными какими-то катаклизмами, сами создают угрозу и сами мужественно с ней борются и предлагают решения. Но бороться с собственным народом, если люди вышли на протест, это абсолютно нелепо. Я не верю в такие сценарии. Я не верю в такие сценарии. Это лишь какая-то попытка запугать людей, запугать партии. Запугивают серьезно, запугивают по-взрослому и партии, и активистов, и гражданских активистов, и экспертов. Сегодня есть эксперты, которые боятся говорить, которые когда-то говорили. Сегодня есть люди, которым напоминают о том, что у них есть родственник, который там-то работает. Если они гнушаются даже тем, чтобы привлечь к ответственности уголовная мать политика, близких политика и так далее. То есть это акции по запугиванию. И то, что сегодня органы готовят к потенциальным катаклизмам, социальным, готовят к потенциальным протестам, это факт. Но мы абсолютно убеждены, что это сценарий очень опасный для власти. Вместо того, чтобы искать диалог, вместо того, чтобы искать какие-то комплексные решения, правительство национального спасения, перезагрузку через выборы, какие-то нормальные национальные договоренности, если переходят в такую фазу, это фаза режима, опасная фаза, которая будет иметь эффект обратный. Абсолютно обратный эффект. Но я думаю, что все же таки до такого не должно дойти. Что касается консолидации, которую вы сказали выше, проблема и политиков, и людей была, и это должны изменить и политики, и наши граждане. Да, понятно, есть психологические отношения, люди привыкли, ищут глазами лишь лидера, ищут глазами лишь личность. Проблема, беда молдавской политики была в том, что люди не умеют работать в команде. И люди не умеют работать в коллективе, который производит, который разрабатывает системные коллективные решения, которые полезны для общества, для политики, для экономики, для образования, для социалки, для всего. И да, действительно, к сожалению, этот феномен есть, о чем вы говорите, Людмила, что каждый думает о себе и смотрит на вещи сквозь призму собственного эгоизма, партийных интересов, личных интересов. Да, людям-то по большому счету плевать, если честно, как там политики между собой договариваются. Люди хотят видеть антикризисные мероприятия, люди хотят видеть ответственную власть, люди хотят видеть политиков, которые умеют договариваться, которые умеют вместе решать те проблемы, которые есть. Выборы прошли, 4 года у нас 101 депутат. Нет, не 63, не 48, у нас 101 депутат, который умеет решать. И то, что наши депутаты, политики до сих пор не умели договариваться, я думаю, что это должно остаться в прошлом. И должна произойти широкая консолидация, и для того, чтобы в Молдове была нормальная, здоровая демократическая система, и для того, чтобы политики могли решать проблемы людей. В противном случае люди разберутся в данном случае со всеми, и с правыми, и с левыми. Ну вот смотрите, самое первое, что придется решать на подходе к выборам, это то, что действительно есть поправки в первом чтении, по-моему, да, только приняли в избирательный кодекс, и согласно этим поправкам ЦИК подчинен власти. Это не мои слова, так многие политологи, и когда об этом заявил некто Юрий Чукан, которого я считаю ведущим специалистом в наших избирательных делах, то тут стало понятно, что что-то как-то здесь вызывают вопросы, и с этим необходимо что-то делать, потому что во втором чтении есть некоторые пессимисты, которые говорят, что еще сильнее могут ужесточить те поправки, которые предлагают в избирательный кодекс. Я не знаю, так это или не так, но это дело серьезное, этому необходимо противостоять уже сегодня. Ну, здесь, я думаю, один из тех элементов, которые объединяют сегодня всех, и правых, и левых, и центр. Вот этот кодекс о выборах, да, в новой редакции, он опасен, опасен для демократии, для всех политических партий. В первую очередь, то, что он существенно политизирует деятельность ЦИКа, каким образом? Сокращается состав, а любое сокращение состава, это чревато. Меньше членов ЦИКа, легче контролирует. Второе, делегировать людей в состав ЦИКа практически единолично будет власть. То есть, из семи человек, два человека парламент, два парламентское большинство, то, что из двух на оппозицию ничего не достанется, два человека правительства, которого раньше никогда не было, как органа, который делегировал в Центре избирком, два человека, да, от контрольного высшего совета магистратуры, которого тоже раньше не было. И это конфликт интересов, потому что судьи не могут входить в Центре избирком, судьи должны выносить решение по работе избиркома и так далее. То есть, в данном случае, исчезнет роль оппозиции, исчезнет роль оппозиционных партий, исчезнет роль вообще партии в формировании Центра избиркома. Все будет делегировать власть. Второе, это то, что Центр избирком будет в ручном режиме устанавливать состав окружных комиссий, которые сегодня назначаются на местах. То есть, это полный контроль местных выборов, полный контроль парламентских выборов. И есть еще один элемент, очень опасный, помимо централизации всей этой системы и политического контроля, это то, что демотивируются граждане республики, юридические лица поддерживать политические партии, которые они хотят поддерживать. То есть, фактически, партия власти будет иметь финансирование, грубо говоря, оппозиционные партии не будут иметь финансирование для компаний. А где же те времена, когда представитель оппозиции возглавлял ЦИК, такое же было? Да, и мы такую практику поддерживали, и не раз поддерживали ЦИК. Кстати, до такого кодекса о выборах даже Плохотнюк не додумался. Потому что даже он пытался хоть как-то, хоть внешне соблюдать какую-то форму. Что касается нынешней власти, она переплюнула в данном случае режим Плохотнюка. Таким образом, власть показывает очень четко и вам, и всем остальным. Мы готовимся к выборам. А вы готовитесь к выборам? Они временные. И на следующих выборах ни с новым кодексом, ни со старым кодексом. Они не возьмут большинство. И поэтому они следят не только за опросами, они тоже следят за ситуацией, они видят изменения ситуации. Они сумели создать волну, их технологи в прошлом году на волне пандемии, недовольства людей и так далее. Они сумели технологии ненависти поднять опять же. Они сумели канализировать протестный электрод. Но это все временно. Доверие людей, их голоса, их поддержка, она тоже временная. И люди так быстро очаровываются, быстро разочаровываются. Не хочется сказать такую пословицу. Нет ничего более постоянного, чем временное, но была такая мысль. Поэтому такие меры, такие меры никогда в истории никому не помогали. Когда ты пытаешься ужесточить условия проведения выборов, когда ты пытаешься бороться с оппонентами через прокуроров, когда ты пытаешься в ручном режиме определять голоса людей, это приводит к неизбежному проигрышу. Мы каждый день получаем информацию не только с территории. Вот диаспора полностью разочарована. В том числе и западная. Абсолютно, да. И к тому сигналу каждый день мы общаемся с людьми. Люди говорят, да, мы ошиблись, мы не знали, мы не понимали. Сегодня люди приезжают домой, видят, как живут их родственники, не могут не замечать того, что происходит. Поэтому ПАС столкнулся с тем, с чем столкнули в свое время социалисты. с тем, что люди перестали не только... Вот то, о чем я выговорил. Технологии ненависти, чем ПАС. Ты можешь свалить оппонента, но при этом эта ненависть, она не исчезает сама по себе, она остается. Просто она находит новое применение. Они сегодня сталкиваются с той самой ненавистью, и люди не готовы ждать еще три года. Вот второй год правительство уговорилиться. Что будет, если сохранить его оставшийся срок? Будет еще хуже. Ну вот смотрите, при всем при том, власть, по мнению многих политологов, она уже занята. Знаете чем? Она готовится к местным выборам настолько серьезно, насколько она может готовиться в этих условиях, в том числе на пост генерального примара Кишинева. Назвают уже там фамилии, значит, и Боля Владимир говорят, и Спыну, якобы, там еще ряд фамилий. А вы готовитесь, вы думаете об этом? Мы обо всем думаем, и все будет хорошо. Это ответ. Что есть у социалистов, чего нет у других, кто бы там, что про нас не рассказывал, не пытался бы нас раньше времени хоронить. У нас команда, и мы выстоим. У нас структура, которая строилась не один год, и наши люди, они собрались вместе, не просто так. И мы еще всех переживем. И в данном случае, в Кишиневе, хочу сказать, у нас великолепная, замечательная команда. У нас хорошая фракция в муниципальном совете, которая обеспечивает большинство, которая обеспечивает стабильную работу столичной власти, в том числе и премарии. Мы прекрасно понимаем, что надо уметь работать в команде. Мы понимаем, что надо решать проблемы людей. И мы гордимся тем, что усилиями нашей команды, да, в Кишиневе есть изменения. Мы не хотим участвовать сегодня вот в этих крысиных бегах, еще и авансом, а что будет через год. У партии социалистов, у нашей команды будет хорошая компания, все будет хорошо. Но об этом мы скажем своевременно. В том числе и о кандидате на код генерального команды. Я поняла вас. Мы еще год не просто находим, мы не находимся в компании. Мы еще год, повторюсь, находим, обеспечиваем большинство в муниципальном совете. Мы совместно с премарией, совместно с мэром разрабатываем программы, имплементируем их. Наша задача еще год работать на развитие Кишинева. И, соответственно, зачем нам сегодня участвовать во всей этой полемике, кто там с кем поделился и куда идет. Всему свое время, все будет хорошо, но у команды партии социалистов будет веское слово и не только на местных выборах. Принимаю ваш ответ. Вот пока думает власть, пока оппозиция думает и действует, как вы сейчас говорите, появляются новые партии. Уния низкая, потом еще одна уния низкая, потом возглавил один председатель. Один наш политик возглавляет филиал румынской партии, потом центрийская партия появляется. Вот какие из этих партий заслуживают вашего внимания, Агастан Батронович? Да, судя по всему, 50 с лишним партий – это мало. Мы считаем, что это много. Мы считаем, что республики Молдова нужны, еще раз повторюсь, то, что я говорил выше, большая беда нашей политики, общества, неумения работать в команде. Мы считаем, что нужны нормальные, консолидированные структуры, которые в состоянии обеспечить команду, сформировать правительство, которые в состоянии выработать сколько-нибудь внятный, понятный, реализуемый антикризисный план, план управления, план развития. Команда, которая готова обеспечить и готова нести ответственность. Не по принципу «Майя Санту», что за все хорошее – это я, вот все плохое – я вообще не имею отношения, там враги. Нам нужны серьезные политические структуры. Ситуация в Республике Молдова непростая. Мы, социалисты, готовы взять на себя ответственность, мы это демонстрировали. Мы понятные, мы внятные, и у нас есть четкое понимание того, что надо делать. И у нас есть способность и возможность собрать команду. Что могут делать маленькие партии? Я даже не буду говорить сейчас о рейтинге, мы всех уважаем, каждый гражданин – это гражданин. Но что могут сделать маленькие партии в разрезе государства и его проблем? Чем они смогут помочь людям? Ну, я не знаю, мне сложно сказать. Но есть одна вещь, которая характерна. Определенные политические, медийные проекты, политические проекты созданы для медийных атак, для каких-то грязных сливов определенных силовых структур, которые созданы для борьбы с оппонентами. Вот будет кто-то красивый, белый и пушистый, а вот 2, 3, 4, 5, 6 партий, которые были неправительственными организациями, которые помогали власти нынешней и обеспечивали теневую кампанию, той же Майсанду. Это могут быть новые политические партии, которые будут где-то каким-то образом бить по оппонентам и так далее. Я думаю, что это на самом деле партии-однодневки. Конечно, надо говорить конкретно о ком-то. Может быть, есть достойные какие-то товарищи. Но в целом, как показала практика в Республике Молдова, многие политические партии выполняют роль спойлеров. Некоторые политики появляются, как правило, перед парламентскими, перед президентскими, вот сейчас перед местными. Отработать. Отработать спойлера, выполнить какой-то заказ, под заработу денег. А людям нужны серьезные системные партии, которые в состоянии решать проблемы людей, которые понятны с точки зрения того, что ждет сельское хозяйство, образование, медицину, что ждет наши мэрии, что ждет наши районы, которые сегодня находятся в финансовом дефиците. Людям нужны решения, людям нужны команды, а не какие-то вот эти партии-однодневки, которые очень громко сидят. Но в целом мы видим так, что Молдове нужны большие системные партии, которые в состоянии решать проблемы. И сегодня главный вопрос у людей какой. Понятно, люди недовольны правительством, недовольны Майсан. Но у людей вопрос, какая альтернатива. Социалисты готовы сформировать альтернативу, консолидировать команду, консолидироваться с другими партиями, как мы это показывали не раз. И мы это говорим не с точки зрения партийного эгоизма. Мы переросли все эти истории. Мы выросли давным-давно из коротких штанишек. Нас интересует выработка, разработка и реализация национального проекта объединения страны, сильная экономика, индустриализация, новые технологии, современное сельское хозяйство. То, что может наполнить казну, бюджет, деньгами, через которые государство сможет помогать людям. Нас меньше сегодня интересует, кто конкретно будет министром по одному направлению или по другому. Это все частности. А вот эти все ролевые игры, знаете, все эти затяжные Санта-Барбары, кто там с кем-то что-то делит и так далее, это все утомительно и это не дает эффект. Ведь банковский сектор, банки обокрали как? В коалициях, в альянсах, вот этих всех кручу-верчу и так далее. Вот это все должно остаться в прошлом. Время вышло от слова совсем. Я благодарю вас за наш такой интересный разговор и думаю, что он был интересен для телезрителей. Будем надеяться. Спасибо большое. Многие темы мы успели с вами все-таки затронуть. Спасибо, что пришли. Вы смотрели программу «Тема». Я желаю вам всего самого доброго и доброго вечера. Субтитры подогнал «Симон»